Предотвратить пожар гораздо проще, чем его потушить. Сотрудники МЧС спешат напомнить дачникам о правилах пожарной безопасности. Сегодня они работают на территории садового товарищества. На первом участке гостей встречает Михаил Нужных. Говорит, ему бояться нечего. Сухие ветки вывозят на свалку. А если оперативно провести уборку не получается, то для садовых отходов мужчина подготовил временное укрытие. В середину апреля на территории Самарской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до середины октября. В этот период на садовых участках запрещено не только разводить костры, но и выжигать сухостой. Сейчас уже можно сделать вывод, когда мы прошли по одному садовому дачу товарищества, о том, что граждане соблюдают эти требования. Мусор как такового не задерживается на участках. Если он скапливается, то они сразу вывозят его. Фактов сжигания мусора мы не обнаружили. Эксперты поясняют, ветки и остатки травы быстро воспламеняются. Огонь распространяется молниеносно, особенно в ветреную погоду. Поэтому важно, чтобы у дачников был огнетушитель или хотя бы стратегический запас воды. К профилактической работе подключаются и председатели садовых товариществ. Сергей Зорькин проводит собрание осенью и весной. Говорит, напомнить о простых правилах безопасности лишним не будет. Несоблюдение правил противопожарной безопасности включет за собой не только сгорание имущества свое, но и соседа, даже в том числе и гибель людей. Поэтому этот вопрос мы доводим до них со всеми разъяснениями. Специалисты предупреждают. Тех, кто нарушает противопожарный режим, накажут рублем. Сумма штрафа для физических лиц варьируется от 15 до 20 тысяч рублей. Для юридических она на порядок больше. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События.